Редбри Конф 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 Я, кстати, думала, что клево, когда ты можешь попозже встать, и я всегда себя лучше чувствую к вечеру. Это вот моя остановочка, прилив энергии во второй половине дня. Но с этого года что-то произошло, и я выяснила. Коллеги, вы никогда не поверите, но если встать часов в 7 утра, невероятное количество дел успевается вообще. Мне кажется, это... Слушай, с Богом. По-другому, мне кажется, никак. Это прям большая боль, мне тоже тяжело, я себя отдираю с кровати. Обычно это занимает минут 40, но, тем не менее, очень много всего успевается. Ну, в общем, с пятницы... С пятницы нет, с понедельника по пятницу все-таки просыпаюсь. Если у меня есть какое-то мероприятие в офисе или на другой площадке, еду туда. Если нет, остаюсь дома. Это помогает очень клево, на самом деле, экономить количество всех возможных ресурсов и времени и сил для того, чтобы делать что-то полезное, когда тебе не нужно куда-то ехать. И заканчиваю... Давайте об этом не будем. Как получится, да. Как получится. Да, ну смотри, твоя должность звучит как ведущий специалист по работе с молодежью. То есть, правильно ли я понимаю, что как раз ты работаешь с разными, возможно, университетами, и как бы компания Beeline, да, приезжает в гости в разные университеты, и в этом плане вы как-то вот рассказываете вообще о компании, вот в этом, да, плане работы с молодежью получается, коммуникации, или что-то еще есть? Все так. Сейчас будет словарь новых слов. В этом году в мою жизнь вошло слово DevRel. Ребята, погуглите. Это, кстати, новая профессия. Возможно, вы захотите стать DevRel, когда вырастете. Чего такое DevRel? Это я сейчас сильно сбегу вперед, но тем не менее, для того, чтобы человеку было интересно работать в компании, особенно если это какой-нибудь разработчик, мы все прекрасно понимаем, какой сейчас спрос на рынке на разработчиков, особенно там последний год, наверное. Просто сказать человеку, который, не знаю, там, умеет классные штуки делать, что вот мы заплатим тебе много денег, давай ты будешь работать у нас. Больше недостаточно. Теперь нужно, чтобы это были интересные проекты, какие-то передовые технологии, важный, там, не знаю, важен стэк, на котором ты работаешь. Нужно обеспечить, там, комфортную среду для человека. И, собственно, DevRel занимаются тем, что, во-первых, вот это все организовывают внутри компании, а, во-вторых, несут это вовне. То есть здорово, если у вас есть что-то классное, но какой в этом толк, если аудитория об этом не знает. Собственно, моя задача, у нас есть там DevRel, который занимается работой с взрослой аудиторией, то есть это медлы и синьеры. И есть я, которая хантит джунов. Моя задача рассказать в вузах, в профильных, в технических вузах, из которых мы дальше можем брать сотрудников к себе, о том, что BeLine давно не только телеком. Это далеко не только симки. У нас, знаете ли вы что? Лиза Алерт уже 10 лет ищет людей нашим искусственным интеллектом, например. Ну, сейчас мне пойдет эта реклама, постараюсь этого избежать. В общем, задача рассказать о том, что классного у нас есть, почему здорово у нас работать. И вот за этим мы либо ездим в вузы, либо зовем их к себе. Это, конечно, не только такие вот, давайте назовем это... Спич-встречи. Да, 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 да. Это еще и хакатоны какие-то, где мы, например, даем свои кейсы, по которым тоже молодые ребята могут понять уровень, в принципе, компании. Поэтому вот так внезапно с филфака я попала в IT. Ну, мы сейчас к этому еще, да, перейдем. Здесь у нас такая драматичная, закономерная история на этом диване. Сейчас мы это как раз обсудим. Классно. Очень важный тезис, мне кажется, который Саша высказала, да, сформулировала, вот как будто, Саша говорит, вот я как будто бы рекламирую, да, Билайн там, о боже. Но с другой стороны, мне кажется, это очень важно на работе, любить ту компанию, в которой ты работаешь. То есть ты ей восхищаешься, ну, конечно, у тебя будет гораздо больше энергии твоей личной отдана, ну, в то дело, которым ты занимаешься. И мне кажется, это очень важно, и вообще не надо извиняться за рекламу. Потому что я тоже, если меня спросят, чем ты занимаешься в московском городском, я сойду с ума, но расскажу, покажу все ссылки. Мои друзья уже скажут, мы хотим обедать, можно, пожалуйста, перестань. Важно было получить интеллигенцию сейчас. Нет, все правильно. Все правильно, все правильно. В МГПУ еще пока не было Билайна, может быть, есть, ну, потому что, возможно, это IT-компания. Нет, пока не было. Возможно, будут еще какие-то у нас точки соприкосновения. Обязательно это обсудим. Спасибо большое. Юля, ну, вот ты вообще в этом году выпустилась, а как так вообще, чем ты занимаешься? Расскажи. Да, правда, видимо, есть тенденция закончить филфак и работать в IT. Я не знаю, мне кажется, как говорил мой руководитель, это я только начала ходить на встречи, найти. Я говорю, Ника, я ничего не понимаю, они говорят на другом языке. Она говорит, ну, ты же филолог, выучишь этот язык, поэтому, видимо, есть какая-то закономерность. Да, я работала в Сбердевайсах, и сейчас я работаю в IT-стартапе. У меня удаленка, потому что все наши коллеги разбросаны по всему миру, и мы не видимся. Но мы здесь в Москве, и вот скоро поедем еще в Стамбул, вот, и будем видеться вживую. Но пока я работаю в обнимку с ноутбуком. Хочется рассказать, наверное, что я просыпаюсь бодро, я делаю йогу, медитирую. У меня случается магия утра, но так не всегда бывает такое, что ты просто встаешь, такой, боже, подрываешься к ноутбуку, и начинаешь, мой день начинается с планирования команды, мы работаем с принтами, и мне нужно запланировать аналитиков, разработчиков, тестировщиков. И вот так начинается мой день. Кстати говоря, хочется прямо сразу затронуть тему спринтов. Это же такой, вот эти вот подходы, agile подход, это самый, наверное, такой известный, популярный, как в рамках менеджера, как это правильно, как это говорят у вас в IT-сфере. Да, то есть у вас есть некая задача, да, и у вас есть некий спринг, который состоит, вот просто, да, объясняем как бы инструмент, из нескольких верных этапов, да, и вы что-то пробуете, создаете, потом у вас происходит обратная связь, потом вы фиксите или как это там, у вас меняете, да, что-то у вас новый начинается спринг, правильно? Да, да, да. Таких подходов в этом. И твоя задача как раз-таки запланировать работу всех сотрудников, да, в рамках этого? Да, да, запланировать, плюс это стартап, то есть это такая история, где задач больше, чем людей, и в этом плюс, то есть сравнивая там со Сбером, прости господи, но в этом есть кайф, потому что я в том числе участвую в разработке фичей, не прям кодинга, а именно придумывание, какую функциональность мы можем вести, что нужно пользователям. Общаюсь с ними, учу активно английский, потому что это просто ужас, вот. Вот, и мы придумываем, смотрим с дизайнером какие-то решения, брендштормим с командой, и именно из этого состоит мой рабочий день, вот. Плюс я отвечаю за все сроки, отчетность, и вот так мы движемся, и есть такая тоже большая идея, мы делаем браузер для современных людей, для того, чтобы проще было фокусироваться, то есть проводили исследования, что даже если ты видишь какую-то вкладку, какой-то элемент, ты его не открываешь, но твой мозг уже считывает так, что его, ну, что будет, если ты откроешь. И мы делаем вот браузер, по идее, там, близко к миру, к удаленной работе, к работе с командой, и чтобы было удобно фокусироваться и продуктивнее работать. Спасибо, я поняла. Очень интересно. Ну что ж, друзья, вот мы обсудили вас сегодня, да, то есть чем вы занимаетесь вообще, а теперь, конечно, ключевая задача, что написано у вас в дипломе, ребята, расскажите. Да нет, я в этом плане, у меня написано в дипломе специалист по связям с общественностью, я вот здесь учился, это было еще отделение по связям с общественностью, и тогда какой минус у него был? Мы учились, у нас было 4 парня ходили, двое, 35 девчонок, не было лицензии, не давали отсрочку от армии, и тогда это воспринималось совершенно спокойно, кстати говоря, да. Вот, и, в принципе, я по этому профилю всю жизнь не двигаюсь, ну, то есть журналистика, реклама, СММ, я считаю, ну, это все рядом, это смежно, и я работал, например, пиар-специалистом, я работал пиар-менеджером в хоккейном клубе, я работал контент-менеджером, копирайтером, корреспондентом, писал в газетах, в каких-то журналах, то есть, в принципе, моя вся жизнь связана так или иначе с этой деятельностью. Вот, соответственно, конечно, это очень любопытно, динамика, да, развития вообще профессии, и то, что вот смежно что-то появляется, очень важно быть динамичным и пробовать себя даже в рамках направления. Спасибо большое. Девчонки, что написано у вас в дипломе? Да то, что у тебя. Да, у нас, я думаю, что у всех одинаково, мы как бы втроем тут сидим, учителя русского языка и литературы, как вы понимаете, у кого-то из нас была практика, вот это сейчас обсудим, у кого-то нет, но вот на самом деле практика в смысле работы, вот у Юли, например, расскажи, по-моему, у тебя была практика работы в школе, да? Мне кажется, это такой критерий попадания на этот диван, филолог. Да, я работала полгода в школе, но учителем русского языка и литературы. Хочется еще максимально поностальгировать, но это вот будет вот прям самая ностальгичная, возможно, точка этого обсуждения. А вспомните свой первый день в МГПУ. Вот вы зашли в ВГН, и что там было? Это был 2007 год, это был 2012, 10 лет назад мы вместе с Сашей вошли в московский городской, и получается 2017 год. Вот что вы увидели, помните ли вы, как вообще все было, то есть кого, может быть, вы увидели? Давайте с 2017 года начнем, очень интересно, в обратном порядке. Ну, пожалуйста, да. Так, я помню, да, мы подавали документы с моей мамой, там был какой-то шоу-шоу, тогда оказался этот синий фонтан, голубой, бирюзовый, бирюзовый фонтан, были какие-то конкурсы, мне кажется, что был Слава Барсов, я его помню, радостный, я такая, что за мужчина такой, вот, и я помню, что нам раздавали подарки, у меня была футболка мерчевая, я поняла, что все, я просто продалась за эту футболку, за эти конкурсы, думаю, да. Футболка и фонтан. Да, футболка и фонтан, да, я здесь хочу учиться. Да, вот такая. Да, а 1 сентября просто вы пришли на пары, или уже ты как-то не помнишь? Там я уже призадумалась, за что я продалась, подумали, в, тогда не было, мне кажется, в актовом зале, были какие-то песни, стихи, потом нам не отдали, дали студенческие, моя группа очень расстроилась из-за этого, потому что выдали позже, но были речи, нас поздравляли, поэтому все было в целом достаточно цивильно, да. Цивильно, отлично. Спасибо большое, Юля, Саша. Ну, ничего не было, мы просто пришли в ВУЗ, нас было огромное количество, к тому моменту, я не знаю, кстати, как это сейчас происходит, у нас была предварительная встреча 20 какого-то там августа, и мы мыли аудитории же, да, ну, мы не прям мыли, но что-то там убирали. У нас был субботник, да, 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 мы как бы готовили вроде как, наверное, даже ту аудиторию, в которой мы потом и сели первого числа, вот, и мне каким-то образом удалось познакомиться с несколькими людьми, и вот я как бы такая, о боги, толпа людей, это на самом деле кажется, что я такая вся еха и заводная открытая, на самом деле тот еще социофоб, поэтому огромное количество людей, я никого не знаю, понять не имею, никуда идти, я поэтому молилась, и ко мне подошел кто-то из тех, с кем мы познакомились 20 какого-то числа. Кто молился тоже, видимо. Да, 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 скорее всего так. Мы сели в аудиторию, нам выдали, по-моему, эти студаки, да, мне кажется, ты, возможно, даже больше меня помнишь. Да, возможно, ну вот я тоже пыталась как-то вспомнить, у нас, мне кажется, собрались на первом этаже, мы все там, там были какие-то тоже песни, что-то, выступления, мы прям стояли вот в холле первого этажа, но самое важное, что у нас уже было в первый день, это были кураторы, то есть мы узнали, что у нас есть какие-то студенты-кураторы, и я помню, что я стояла, и куратор очень-очень-очень много рассказывал о чем-то, вот что будет в университете, как у нас там все было устроено, то есть это был просто такой разговор, беседа. Это были Марго с Дашей. Ну, возможно, да, 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 это Марго Григорьева и Дашка Яськова, они тоже выпустились, ну, чуть раньше нас, и, соответственно, чуть позже Андрея, вот. Ну, было классно, было интересно, ну, я была вдохновлена, мне кажется, любой первокурсник, это очень горячая аудитория, и важно вовремя и правильно его схватить и направить в то русло, в которое стоит. Спасибо большое. Андрей, 2007 год, я в седьмом классе, Юле пять, что происходит с тобой? Слушай, что происходит со мной? На самом деле для многих вообще откроются какие-то потайные двери. Тогда же была еще такая тема, как подготовительные курсы, то есть я ходил сюда на подготовительные курсы, ЕГЭ мы завали в пробном порядке, баллы могли зачисляться, не зачисляться, были еще Олимпиады, нас готовили в формате университетских курсов, там была история общества знания русский язык, и вот это все происходило, и я скажу так, после школы, зашоренной школы, там, определенной публики, ну, там у нас вот мой район, Дигунино, там, я не знаю, там, вот там время остановилось, давным-давно ничего не происходит, для меня, конечно, университет стал новым миром, и то, что касается сначала подготовительных курсов, немного другие люди, немного другая публика, немного более такое уже свободное общение, общение на другом уровне, открытость, да, вот, вот, есть термин очень хороший на английском языке, его, ну, как-то и не перевести, open-minded, то есть люди, да, открытые, признающие разные взгляды, вступающие в какую-то полемику, и потом, да, уже 1 сентября, я помню, что после школы так как-то непривычно все было, но вообще не про это все речь, самое крутое событие, это же посвят, то есть посвящение, и вы вот рассказываете, и прикольно, конечно, мальчикам было здесь учиться, приходят девчонки на филфак, много разных девчонок. На самом деле, да, вот, ты так сказал, 2007 год, реально жизнь будто разделилась на до и после, то есть мне тогда было 16 лет, 2007 год, и прошло 15 лет, то есть будто экватор, вот так жизнь разделилась, и, конечно, было круто, поначалу как-то непривычно, там, люди по-другому одеваются в университете, по-другому себя ведут, да, но было круто, было круто, то есть университет, это, наверное, такой проводник из детства в какую-то взрослую жизнь, в какую-то такую интересную жизнь. Ну да, это правда, это правда, это реально каждый воспринимает как новый этап. Хорошо, но, как бы, конечно, мы все оказались в университете по каким-то причинам, и вот со своей стороны могу сказать, что, ну, мне так кажется, это мое мнение, можешь со мной согласиться или, наоборот, поспорить, но все-таки в 17 лет, в своем случае, там, в 16, да, наверное, в нашем, ну, да, в 17 лет тяжеловато в целом выбрать дело жизни, то есть, как бы, это же вообще осознанно подойти к выбору, там, университета, профессии, это прямо, ну, либо у тебя должны быть какие-то суперродители или супершкола, которая дает тебе возможности узнавать вообще, какие профессии существуют, как-то, может быть, ходить на какие-то производства, какие-то, чего нет, на самом деле, ну, в стандартной, просто обычной семье, это, как бы, ну, не норма, такого, такое очень редко бывает. Вот, и очень сложно вообще как-то действительно для себя выбрать, ну, вот, то, что ты хочешь в 17, потому что ты мало чего знаешь, что существует, вообще какие есть варианты, то есть мы, извините, и сейчас тоже не всегда понимаем, а все-таки какие есть варианты, а куда, как податься, и именно поэтому, в том числе, есть и эта конференция, чтобы разобраться вообще, какие есть у нас с вами пути развития. Вот, расскажите, как вообще вот тот университет, наш университет, да, это направление обучения, вот это по какому принципу было выбрано? Только не обманывайте, говорите честно, что, может быть, это был оставшийся вариант из возможных, может быть, еще что-то. Вот как вы подошли к выбору именно университета и конкретно направление обучения? Это и какая-то грустная тишина такая, гробовая. Ладно, давайте прерву тогда. Я вообще думала, что я хочу стать журналистом. Мне кажется, просто потому что я вообще мало понимала, что, кем вообще можно стать, когда вырастешь. И я такая придумала, что я как раз, это был период, когда я считала себя супертворческой. Это не так. Мне очень нравятся системы. В общем, я думала, что хочу стать журналистом, но у меня была прям задачка. Это было важно для моего самодовлетворения и всех моих синдромов-отличницы, которые складируются в моей голове, по крайней мере, в тот момент. Мне было очень надо попасть на бюджет. Журфаки на тот момент были платные, те, которые мне нравились. Я решила, что окей, тогда мне подойдет филологический факультет. И в какой-то момент у меня даже мелькнула мысль, что, может быть, я хочу заниматься, прости, господи, наукой. И я хотела пойти прямо на классическую филологию в МПГУ. Там был такой факультет. В тот год, когда я подавала документы, этот факультет что? Закрыли, конечно же. Закрыли, конечно же. Это знак, это судьба. Да, но я не поняла ничего, поэтому пошла искать другой филологический факультет. Нашла этот. И мне еще, когда я подавала документы, девушка, обратите внимание, у нас вот пятилетняя эта программа. Это прекратите, я к вам не собираюсь, это так. Запасной аэродром. Очень смешно. Я прошла сюда по первой волне, и я настолько переживала, что я не знаю, я не справляюсь уже с этим грузом ответственности, что я уже ничего не хочу выбирать, я не хочу уже ничего решать. Я в любом случае подавалась туда, где было бы, кажется, неплохо. И вот первые списки вывесили в нашем вузе. Я просто, я не спала всю ночь. Я не знаю, там типа в 6 утра я была на остановке у себя там, для того, чтобы приехать, отдать сюда оригиналы. И выдохнуть. Да, и просто прекратить рыдать каждый день от напряжения. Я поняла, что мы учимся 5 лет, кстати, только, наверное, к концу первого курса. Я поняла, что еще 4, боже. Да. Так. Ну да, на самом деле, вот сейчас тоже как бы вскрывается проблема, не то, чтобы, возможно, в наших силах ее решить, но если мы как-то, у нас в нашем окружении будут подростки, которым стоят подростки близкие, там наши дети, наши братья или сестры, которым стоит выбрать, будет необходимо выбрать университет, конечно, вот это вот стрессовое время ЕГЭ, переходящее в поступление, это просто сумасшествие, когда действительно, ну, когда ты в стрессе, тебе вообще очень тяжело что-то осознанно сделать в жизни, как мне кажется, да. Ну, я не знаю, кстати, как у вас, вот в нашей школе прям настраивали, что ЕГЭ это чуть ли не просто самая важная миссия в вашей жизни. Конечно, ну, потому что ЕГЭ, чтобы мы сдали, нужно не только нам, но и нашим учителям, это важный момент, поэтому как тебя еще замотивировать, да, тут уже разные моменты. Ну, им уже можно пить, а детям еще нельзя, просто не очень понятно, как они, вот как они справляются с этим стрессом. Ну, в общем, это было ужасно. Юля. Ну да, это правда. Я соглашусь, на самом деле, ну, это стрессовое время, это правда так, но тем не менее, имеем то, что имеем. Спасибо большое, Саша. Юля, насколько ты вообще осознанно? Да, у меня была абсолютно другая история, у меня было легко и понятно. Вот так вот бывает, видимо, в 17 лет. У меня мама учитель, у меня в семье много учителей, и как-то я видела свое будущее именно учителем, потому что были такие примеры. Возможно, если бы другие были, были бы примеры перед глазами, то я бы пошла в какой-то другой университет, я понимала, да, это педагогический, и мне мой директор говорила, Юля, только МГПУ. То есть, если все вокруг говорили Ленинка или что-то еще, мой директор школы говорит, Юля, только Московский городской, видимо, она как-то работала с тем программой, может, даже училась, не знаю, вот, и она говорит, только он современный, там, лучший педагогический, давай, вот так вот. Ну, это действительно так, мы в этом году 16-й по качеству приема по баллам ЕГЭ, вообще, среди всех московских университетов и первые среди педагогических, поэтому, как всегда, этим хвастаемся. И учительница, твой директор, точно была права, еще за то время знала, что все круто. Так, да, она была хорошей визионер, да. И все, у меня были хорошие баллы, мы подали документы, причем в Ленинске тоже на всякий случай, но потом я жалела, до сих пор я это помню, что я отдала тогда отличные свои фотографии. Думаю, зачем я отдавала, если я не собиралась сюда поступать, а здесь у меня были не очень красивые, я половину первого курса переживала, что у меня были плохие. Знаете, это уже вот эти маленькие законы, которые присутствуют в нашей жизни. Да, 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 я была абсолютно уверена, что я буду вот учителем русского языка и литературы, но после первого мероприятия я поняла, что нет, это будет не так. Мероприятие. Вот сейчас мы как-то как раз переходим плавненько к теме того, вот насколько ваше обучение, ваша вообще студенческая жизнь вас разочаровала или порадовала, и как вот, мне кажется, за эти 4 года происходит, конечно, большая трансформация в целом. Ну, это такой еще период, возраст, да, когда от 18 до 22, когда ты реально начинаешь быть самостоятельным, очень многие студенты начинают жить самостоятельно, да, это большой такой шаг, это сепарация от родителей, да, это, возможно, какой-то пересмотр ценностей, кто-то начинает работать, ну, то есть, как-то, мне кажется, настоящее формирование, то есть взрослая жизнь, она начинается не в момент, когда у тебя последний звонок, да, прозвенел, выпускной прошел, а когда ты пришел в университет, и на протяжении этих 4 лет у тебя уже начинаются какие-то действительные шаги к самостоятельности. Вот, и вопрос в том, что, вот ты говоришь, мероприятие поменяло как-то твой взгляд. Вот, что действительно случилось, что значит мероприятие, и как ты вообще начала пересматривать свои жизненные ориентиры? Вообще много разговариваем со студентами, я прям обожаю приходить, вот такая типа миссия, там, друзья, что нужно сделать, чтобы осознанно построить свой активизм, и это дальше помогало в карьере. Мне кажется, что ключевое, первое, что нужно начать делать, это узнавать, понимать, что тебе нравится. Вот, когда ты это находишь, все, другого пути нет, и у меня так случилось с мероприятием шоу талантов. Мы делали на базе ЕГЭ, но для всего университета, и мне казалось, меня втянула подруга, я такая, ну, не знаю, возможно. И когда мы это сделали, я поняла, все, я не представляла больше, как дальше можно ходить на пары, просто учиться, и все. Я поняла, это мое, мы полностью стали этим заниматься, параллельно как-то учиться. И вот с пониманием того, что мне нравится, что это проект, работа в команде, то есть я стала развиваться, и уже МГПУ заиграла для меня совершенно другими красками. Но тем не менее, как бы ты все равно, как бы доучилась, да, и ты, уж тем более, у тебя был опыт работы в школе, то есть как это связано? То есть все-таки ты решила попробовать, и как-то, может быть, понравится, или как? Мне так хочется сказать, что да, я решила попробовать, чуть ли не будет так классно. У меня просто родители забрали деньги, мы поссорились, и я такая, черт, нужно куда-то идти работать, это был конец третьего курса. Я такая думаю, ну, какие у меня варианты, там, в магазин, еще куда-то. Думаю, нет, не мое, и то есть, и я такая, ну, вот, школа. Хотя это тоже было сложно, потому что я только три курса закончила, впереди еще два года, нет вышки. И вот мой директор школы, она согласилась, там, поверила, говорит, давай. Вот, и так я стала работать и поняла, что это не мое. Вот, и возможно, то есть если бы, вот с пониманием, которое есть сейчас, что нужно делать, чтобы потом более плавно переходить в профессию, смотреть на мир, возможно, если бы я это знал тогда, у меня не было таких резких каких-то скачев, шаги были более такие, ну, поступательные. То есть сейчас, поэтому много рассказываю ребятам, что нужно делать в период обучения, в период такой студенческой жизни, чтобы потом более мягко входить в профессию. Да, это очень интересная тема, сейчас как раз мы к ней тоже перейдем. Вот интересно мне, конечно, узнать, вот Андрей, да, ты, получается, развивался как раз по профессии, по которой ты учился. Вот какие с тобой происходили вообще трансформации во время обучения? Была ли в твоей жизни какая-то внеучебка или что-то после пар? Вот расскажи, как это происходило с тобой. Начну, да. Начну сначала, как говорится, когда попал сюда. Я помню великолепно, как сейчас вот какие-то моменты, они вот память избирательна почему-то остаются там навсегда. Там я когда учился в 10-м или в 11-м классе, мы вот так с папой сели что-то перед компьютером. Папа, да, у меня спортивная семья, и он, имея три высших образования, ближе к финишу карьеры, решил заниматься журналистикой, почему-то спортивной. И он хотел, чтобы я продолжил это дело, но мне как-то казалось, журналистика, это так скучно, это сидеть перед компом, все писать, вот эту статью, там у тебя уже красные глаза, ничего не видит, вот это, рыбий глаз, там вот эта дымка перед взглядом, все. И я такой, и я что-то посерфил, посерфил, папа, давай пиар, вот мне нравится, поинтересней. И МГПУ подкупил местонахождением, и преподаватель у меня в школе был, по истории общества знания, он закончил МГПУ, тоже дал какие-то рекомендации, приехал сюда на день открытых дверей, все сложилось. То, что касается студенческой жизни, ну, на самом деле, это великолепная пора. Вот там папа, еще кто-то всегда говорили, студенческие годы самые лучшие, и ты вроде бы слушаешь, но как-то до конца вот через себя это не пропускаешь. А потом, спустя время, ты думаешь, блин, а как бы это вот вернуть, еще что-то, да? То есть великолепное, великолепное время. Ну, насчет внеучебки, на самом деле, я помню, да, мы участвовали в каких-то мероприятиях, играли в футбол, волейбол, и так далее. А вот то, что касается еще какой-то деятельности, наверное, я больше уже работал, практиковался, стажировался и по своему профилю, и вот, да, важный момент, как уже сказали, да, деньги, надо зарабатывать в какой-то момент деньги, я, в принципе, так или иначе, с первого курса где-то подрабатывал, и был момент, когда реально, ну, вот, когда мне говорят, там, не успеваем или еще что-то, я так удивляюсь, тогда как-то энергии больше, и тебе все интересно, и запал был. То есть я учился, я работал у друга, он был постарше, тоже, кстати, выпускник МГПУ, курьером, потому что надо было зарабатывать деньги, и я стажировался на телевидении, вот, и я, в принципе, все успевал и участвовал в университетской жизни, то есть, конечно, вот, предваряем, может быть, даже следующий вопрос, я считаю, мое мнение, хотя у всех разные дороги, что просто учиться этого мало, надо еще где-то развиваться, участвовать в каких-то проектах, я помню, было какое-то у нас там интернет-радио и так далее, ты нарабатываешь... И, Юля, с 2007-го так, интернет-радио. И, Чечер, в 2012-м, когда мы пришли, это тоже еще было здесь. Да, интернет-радио у нас было? Ты что, у меня там целый выпуск там есть. Круто. Прости, пожалуйста, мы зацепились за название, вот сейчас ты еще что-нибудь скажешь, дружба, например, все поймут, скажешь, дружба, да, была дружба МГПУ. Да, была, но, по-моему, уже потом, о нашем ВУЗе отзываюсь только в лесных тонах, вот, и круто, что у меня вот остается связь, помогает футбол, помогает еще что-то. У меня друг сейчас играет, да, в сборной КВН МГПУ, при том, они играют очень на крутом уровне, они вот чуть-чуть не вышли из премьер-лиги, высшую лигу. Ребята у меня играют из моей команды любительской за сборную МГПУ по футболу, они ездят по разным городам. За счет этого приглашают меня на какие-то мероприятия, при том, там, совершенно случайные, там, какие-то, вот, обстоятельства, вот, и это очень круто, я вот считаю, что, да, вот этот хэштег МГПУ-семья действительно должна быть преемственность поколения. Все, это все, это сейчас сердце разорвется, просто мед, вообще так круто, спасибо большое, да, Саша, расскажи, пожалуйста, мы сейчас чуть позже, да, перейдем к сажировкам, мне кажется, надо еще обсудить, да, как мы зарабатывали, пока учились, да, в универе обязательно, но расскажи, как складывалась твоя, как бы жизнь студенческая, какой у тебя был фокус, чем ты занималась, как ты выживала? Ой, ну я очень сопротивлялась всякой внеучебке первый год, я просто отбивалась ногами, что мне это все не надо, я пришла учиться, не надо меня отвлекать, пожалуйста, выйдите из аудитории, я учусь. Потом во втором курсе, на втором курсе, ну тут я, мы проходили это все вместе с Полиной, поэтому у нас в этом смысле немножко совместная история, нас все-таки захантили на демо-версию ШСА, она проходила здесь, в ЭГЭНе, мы туда пришли, и уйти уже не получилось, вплоть до выпуска. Я согласна с тем, что студент, это вообще замечательная история с точки зрения того, что спать 3 часа в день, это ок. Вот сейчас, когда я думаю о том, что спать 3 часа в день, у меня сразу колени болеть начинают, а вот в 19 было ок, и успевалось учиться, я знаю, что у нас очень разная загруженность в ВУЗе на разных факультетах. В разных институтах. Институтах. Не существует факультета в московском городском, простите, но тем не менее, когда-то существовали. Да. Все верно. Ну вот, на нашем направлении пощады не давали. Я знаю, что есть кейсы, когда ты там, и серии, по крайней мере, были. Если ты активный активист, то вот тебе, не знаю, там какая-то поблажка. Мы, например, не будем считать тебя отсутствием на паре, как отсутствие. Мы там, ну это как бы и серия освобождения. У нас такой роскоши не было. Неважно вообще, где ты, ты отсутствуешь, если тебя нет. Ты, может быть, 10 раз там занят чем угодно, строгие преподаватели, но оттого и выпускают, на самом деле, хороших специалистов, как мне кажется. Вот полный день учебы был, потом каким-то образом туда вмещались вузовские мероприятия, а еще я подрабатывала. Ну вот, выжили, и слава богу. Да, мне кажется, вот интересно как раз пообсуждать подработки, вообще какие-то стажировки, какую-то практику, да, именно какое-то соприкосновение с работой в процессе обучения. Вообще, ну как обычно бывает? Ну мы ожидаем, что мы придем в университет, да, чаще всего, ну стандартный студент такая ждает, и там все как бы расскажут. Если я иду учиться на какое-то направление, там, наверное, какая-то будет практика, а как выясняется, условно там практики может быть всего две или три по три-четыре недели. То есть это достану, это возможно, сейчас не даю какую оценку, но возможно этого маловато для того, чтобы, да, финально как-то понять, определиться, набрать какой-то опыт, чтобы уже дальше как-то в работу влиться. Вот, расскажите, что вы делали, может быть, для своей какой-то будущей работы профессии, или может быть, в принципе, чтобы как-то заработать, может быть, как-то развить какие-то навыки во время обучения, вот чем вы занимались, какие у вас были подработки, расскажите о ваших кейсах. Так. Так. Я слишком откровенно смеюсь, видимо. В общем, у меня было несколько, наверное, векторов. Дисклеймер. Я очень жалею, что в моей жизни не было ни одной стажировки. Это, по-моему, самое дурацкое, что я для себя сделала. Следовало идти на полноценную стажировку, прям пробовать какие-то профессии, и мне очень жаль, что я этого не сделала. Когда мы учились, была еще программа Work and Travel, когда ты мог по обмену, ну, не по обмену, а просто как бы уехать в Америку на, там, 6-12 месяцев. Мне очень жаль, что я ничего этого не сделала. Но все то, что я делала здесь, в Москве, оно привело меня туда, где я есть. Просто можно было, наверное, интереснее провести это время. И глубже как-то. Ну, не знаю, не то, чтобы я сильно думала о том, кем я буду через, там, 15 лет на тот момент, я думала о том, где мне взять денег. И в тот момент для меня было три варианта. Я репетитовала немножко на первом курсе, у меня было всего два ребенка, с которыми я занималась. И тогда я уже начала соображать, что все-таки вот, ну, не педагог я. Да. Вроде как получается, но вот, нет, пожалуйста, вот, все нутро было против. Были, была проектная работа на, уже на тот момент, айтишных, каких-то больших мероприятиях для IBM, для Cisco, диджитальные хэдхантеровские конференции. Вот там я была сначала, ну, принеси, подай, там, не знаю, зарегистрируй кого-нибудь, там, раздай что-нибудь, просто помоги, там, это называется, как бы, хелпер. А потом получилось даже целым менеджером, как бы, на аутсорсе стать. Но, самое классное, когда, вот, случился второй курс, а я уже чего-то там потихонечку ввела на первом, ну, на первом курсе, ну, так, как бы, для EGN, когда были наши, там, локальные мероприятия, когда я была на втором курсе, поступил парень, я сомневаюсь, если честно, что он сейчас подключен к трансляции, но, тем не менее, Боря Дроздов, большой привет, Боря Дроздов взял меня на слабо и поспорил, могу ли я провести свадьбу. И он такой, мол, давай, найду заказ, 50 на 50 делим прибыль. Да давай. А я на тот момент вообще на свадьбах не существовала никогда, то есть, я была на свадьбе у своей сестры, когда мне было, не знаю, там, лет 13. Все, что я испытывала, там, это желание уйти, потому что одни взрослые, а я там одна маленькая, мне там скучно. В общем, я не представляю, как это делается, но Боря такой, типа, вот я принесу тебе денег, один день поработаешь, будем богатыми. Мы забились, и Боря, в общем, так еще, наверное, около полугода притаскивал какие-то свадьбы, которые мы искали тогда на Авито. Свадьбы на Авито. В 90-х годы было многое. Оно и было. Но мне что-то так понравилось, что меня это затянуло еще лет на 10, как и в мероприятия, как и, не знаю, там, в работу с молодежью. В общем, все, что случилось здесь, там, на первом-втором курсе, то, кажется, я определила то, кем я стала, вот когда выросла. Ну да, мне кажется, что вообще, вот как раз то, что ты вела свадьбы, такая вот практика коммуникации, причем коммуникации с большой аудиторией, это вот, по-моему, один из самых главных навыков. Вот в прошлой комнате как раз коллеги обсуждали, что очень сильно, часто у людей просто страдает базовая коммуникация, да, и условно люди просто не могут даже о себе рассказать на каком-то базовом собеседовании, интервью, да, и как-то представить вообще свой опыт, свои цели, да, и так далее, и заявить как-то себе. И мне кажется, ну круто, что, ну это очень важно, мне кажется, вот из-за того, что мы обсудили сейчас, это искать практику для каких-то навыков, которые нужны в любой профессии, неважно, чем ты будешь там заниматься, когда бы то ни было, это очень здорово, спасибо большое. Андрей, вот расскажи, каким образом ты искал для себя какие-то стажировки, ты говорил, что ты, получается, стажировался на телевидении, да, то есть это было очевидно не от университета, да, а просто вот твой личный поиск, как это произошло? Действительно, это важная тема, и я вот так скажу, наверное, еще мы, выпускники, должны помогать студентам, сложно это как-то оформить, потому что, ну, по крайней мере, когда я учился, действительно, по объективным причинам не всегда, тем более у нас была молодая здесь специальность, и никто еще не понимал, что такое пиар-то в России, мало кто. Как-то вот помогать студентам приходить на стажировку, вот мы должны, наверное, помогать, потому что, ну, как вот это все оформить? Потому что тогда, да, я ничего не понимал, это все, в принципе, сарафанное радио, и вот Александра сказала, как приговаривает старшее поколение, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, мне бы вот тогда мозги вот мои, и вот эти программы были интересные по обмену, и какие-то возможности, я понимаю, что сейчас не все уже хочется реализовать, или ты просто уже пережила это, да, вот, конечно, это проблема, и может быть, проблема, я по себе сужу, вот, важно очень твое окружение, вот, мне не доставало рядом людей повзрослее, поумнее, попрогрессивнее, будем так говорить, которые меня бы направили, помимо моих родителей, которые, да, прежде всего, папа очень много как-то мне подсказывал, меня направлял, да, реально как, будто как компас, то есть, и я начал, да, учиться, я помню, что на первом курсе я подрабатывал, сестра у меня старше, пристроила к себе фитнес-клуб, там, в детской комнате с детьми, потом вот друг позвал к нему курьером, попутно я писал в газету, ну, там платят гонорар за статью, это не очень большие деньги, вот какие-то проекты, там, связанные с моей, там, я рос в определенной тусовке, да, тоже мы что-то придумали, это связано, да, там, фанатская у нас такая история была, и что-то постоянно делали, потом я попал на стажировку на НТВ+, и вот после этого уже закрутилась, как я попал, в принципе, просто у папы был контакт с Чайкой, и я ему писал тексты, он вычитывал, у меня уже был опыт, и потом я пришел и стажировался, я там работал, фактически уже бесплатно, выполняя полную деятельность, кормили завтраками, месяцев 8-9, так в итоге ни рубля я там не получил, это был, кажется, третий, четвертый курс, я вот попутно подрабатывал, да, что где тоже, там, что-то покупали, продавали на Авито, ну, то есть, какие-то подработки, помню, промоутером работал в 18 лет, вышла на рынок, вот как озенка, мы вот ее рекламировали, стояли там в магазинах, ну, то есть, совершенно разные виды деятельности, и вот затем уже после этой стажировки, как-то я познакомился с людьми, видимо, ну, там, мне было все интересно, я все делал, и вот уже оттуда люди позвали на работу во все эти сферы, телевидение, и вот так вот закрутилось, и я уже работал, и я вот вспоминаю, прекрасно себя чувствовал, и вот недавно в разговоре как-то мы обсуждали, что я на пятом курсе, у меня было две работы, одна СММ и одна вот журналистская, корреспондентская, я вспоминаю, что финансово я себя чувствовал просто королем на пятом курсе, мне кажется, да, то есть, я думаю, вот было великолепно, и везде ходил, и в какие-то заведения, и на что-то копил, и вроде... Путешествовать можно было, и сейчас такое, а что-то произошло. И все в ажуре. Не, на самом деле, да, спасибо большое, хочется как бы, да, вот тут отметить два момента, во-первых, все студенты, всем студентам реально хочется пожелать, ищите для себя практику, да, практику применения своих навыков, развития своих навыков, профильную, если вам нравится то, на кого вы учитесь, или, возможно, абсолютно не профильную, потому что очень много компаний предлагает стажировки, и компаниям просто достаточно, чтобы вы вообще умели нормально разговаривать, соображали, были обучаемыми, и это очень крутой опыт, и сразу хочется вот тут как раз перейти к Юле, потому что я знаю, что Юля шла ва-банк, она вообще не ждала никаких стажировок там нигде, и она просто шла работать, и здесь как будто бы вот как раз навык знакомства, да, навык коммуникации, это Андрей, да, проговорил, что вот я пробовал это, то, пято, десятое, познакомился с людьми, потом меня позвали, да, вот как случилась у тебя твоя коммуникация, как тебя привела в сбер, как я понимаю, вот расскажи. Да, 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 ой, я так люблю эту тему, все, сейчас начинается, но опять-то мой опыт, и как я вижу эту историю, мне кажется, первое, самое важное, это понять, что тебе искренне нравится, так много людей не могут понять, что им нравится, чего они хотят, и прийти в МГПУ попасть, это правда счастье, потому что в супермаркете можешь перепробовать все и не платить потом за это, то есть страх ошибки, он, возможно, и есть, но ошибка, она не такая большая, то есть ты можешь ошибаться, позволять, и мне кажется, здесь самое важное, это перепробовать и понять то, что тебе нравится, и после этого появляется какая-то мечта, какая-то идея, то есть у нас была идея, это сделать студенческую организацию, ивент, все это объединить, и несколько лет, мне кажется, ну, года два, точно все строилось вокруг этой одной большой идеи, и там навыки развивались автоматически, то есть мне кажется, я даже этого не понимала, то есть мне нужно было завречь других людей, чтобы они загорелись этой идеей, ты такой думаешь, о боже, а как тогда научиться выступать, как научиться говорить, или как сделать там лучшее мероприятие, и так далее, и так далее, и тебе настолько это интересно, что по ходу дела развиваются эти навыки, и потенциал копится, то есть он на самом деле копится, 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 и потом оказывается раз, а это нужно, ну, то есть где это плюс, В какой-то момент я поняла, что все мои какие-то скачки, они были благодаря людям. То есть я была руководителем культмасса ИГНа, то есть там вот университет, ой, институт, и потом меня поставили руководителем культмасса на втором курсе всего университета. Это было рановато, то есть реально там просто дух дерева, привет, пока, мне кажется, я такая, ага, ага. И то есть я знаю, что кто-то голосовал там против, на курсовете, но тогда была Аня Лобова, бывший руководитель, который мне поверил и говорит, давай, то есть я начала работать в совете. В какой-то момент я поняла, что так, нерабочая история, и были вы, ну то есть управление, такая, так, я хочу так же, то есть я помню, как мне закладывали идеи сообщества, как мы там с тобой обсуждали это очень долго, и вот опять какие-то новые идеи и новые скачки появляются благодаря людям, которые уже находятся в этой новой реальности, им проще тебя вытянуть, чем самому где-то это долго искать, вот. И когда я понимала, как я расту в МГПУ, как реализовываются мои идеи, что то же самое модель, она реализовывается в мире, то есть то, что работает здесь, это работало для меня и в большом мире, и я поняла, что надо знакомиться с разными людьми, которые могут показать вообще, какая реальность существует. То есть так я попала и в школу, потому что меня взял директор, и потом я понимала, надо двигаться дальше, я понимала точно, что мне нравится менеджерить проекты, и я не готова там соглашаться на меньшее, и после большого счастья в университете ты хочешь что-то найти в большом мире, однозначно, вот. Итак, у меня была там знакомая, которая работала продактом в IT, они работали в Яндексе с мужем, потом она была в Сберии, я такая, ой, IT прикольная, и я тогда не понимала, что сделать дружбу, там, отредактировать номера участников, это похожая история с тем, чтобы запускать большие девайсы, которыми пользуются тысяча человек. Это реально похожая история, вопрос навыков, ну, то есть soft skills, а потом технические просто какие-то харды еще подтягиваются. И она, вот эта девушка, Ника, руководитель, она открывала свое обучение, и я помню, что мне пришла премия ровно столько, сколько стоил этот курс. И я такая, о, ну, это знак, я вкладываюсь, ничего не понимаю, но вот так, мне кажется, она тоже увидела у меня какой-то потенциал, и так я перешла работать в IT-компанию, не имея почти никакого релевантного опыта, но благодаря навыкам и умениям общаться с другими людьми. Бешено быстро идет время, кошмарно, грустно заканчивать эту комнату, но у меня для вас есть блиц. Итак, лучший преподаватель в МГПУ. Можете ли вспомнить кого-то, кого вы можете выделить, что это просто вообще... Слушайте, Апостолова. Да, Татьяна Михайловна до сих пор с нами работает, класс. Я не могу назвать одну фамилию. Исааков Владимир Алексеевич Василенко, Сергей Александрович Полунина, Ольга Сергеевна Корнилова, Елена Валентиновна. На самом деле были крутые педагоги, которые оставили след, и мы даже с ними потом все-таки встречались. Спасибо большое, круто. Мне кажется, было много хороших преподавателей, но больше всего, кто меня запомнил, себя повлиял, это Лоскутникова Мария Борисовна. Мне кажется, это такой топ-1. Интересно, спасибо большое. Так, ехать в ВГН от ботсада или от ВДНХ? Не, ну ехать от ВДНХ, идти от ботсада. Окей, принято. Идти обратно через ботсад, когда уже едешь. Домой? Домой, да. Ага, ну это понятно. А так сначала и с Дигунина. Это понятно. Просто прямой трамвайчик желаний. А великолепно было на электричке от Дигунина до Тимирязевска и на монорельсе. А, хитро. Спасибо, Юля. Ботсад. Идти от ботсада и обратно. Идти от ботсада и обратно, да. И финальный вопрос. Внеучебка или учеба? В МГПУ. Может быть, и то, и то, не знаю. Внеучебка. И, кстати, если вдруг вам очень интересно, как же можно, например, попасть на практику в Билайне, то, знаете, примерно в январе мы откроем практику по рекрутменту. Поэтому, если вам или вашим знакомым интересно, вы, пожалуйста, следите за нашими соцсетями. Да, классно. Спасибо. Внеучебка или все-таки учеба? Или это? Да, да, конечно, и то, и то. И я буквально так в качестве финального слова хотел немножко обратиться. Может, действительно, кто-то смотрит нас. Скажу какие-то полезные слова. Да хотелось, наверное, в это непростое время подбодрить всех нас. Я надеюсь, что крутые люди будут оставаться. Мы будем объединяться в какие-то сообщества и помогать друг другу. Будь это стажировка, да, то есть ко мне тоже обращаются люди. У меня, например, там были свои бизнес-проекты, у меня студенты из МГПУ подрабатывали, да, там, барменами в частности. Вот. Тоже дело, почему нет? Да. Вот. И я хочу пожелать людям просто развиваться, пробовать разное. Вот Юля говорила, допустим, надо узнавать, что тебе нравится. Да я до сих пор не знаю, чем мне нравится и чем я хочу заниматься. Плюс один. Особенно через 10 лет после того, как ты закончил университет, ты совсем в ступо попадаешь. Или мне кажется, что я ничем не хочу задебаться, хочу там иметь собственный дом, пассивный этот знаменитый доход, выходить на пробежечку, вечером готовить барбекю. Это тефрепту. Вот, развивайтесь, обязательно пробуйте разное и, наверное, как-то находите отдушину в чем-то, спорт, учеба, вне учебка, что-то такое. И надеюсь, что обязательно у нас все так или иначе будет в светлых красках в будущем. Спасибо большое. А ты же меня замотивировала, такая, боже, да, барбекю, пробежка, потому что нужно. Поели, побегали, да? Поели, побегали. Вне учебка или учеба, Юля? Мне кажется, что и то, и другое, но если вне учебка, то осознанно. То есть точно. Спасибо вам большое, друзья. Ну что ж, мы очень были рады видеть в эфире выпускников Московского городского. И, кстати, совсем недавно у нас появилась ассоциация выпускников Московского городского. Сейчас вот на экране вы можете увидеть QR-код, присоединяйтесь. Мы очень любим, ждем выпускников в Московском городском. Мы будем готовы вместе строить проекты и идти вперед с вами. Спасибо вам большое. Ну что ж, а сейчас у нас небольшой перерыв. У-у-у-у. Спасибо! Спасибо! У-у-у. Спасибо!